В этом году в Чебоксарах появилось пять новых садиков. Один из них частный. Также детские сады открылись в Канаше, в Ибресенском, Комсомольском и Яльчиковском районах. Открывались дополнительные места и в уже существующих группах. Таким образом, больше шести тысяч малышей начали ходить в детсады, а их мамы смогли вернуться на работу. И можно сказать, мечта родителей, желание родителей в канун Нового года. Мы же всегда загадываем свои желания, мечты. Соответственно, мечта тоже исполняется. В Чувашии практически ликвидирована очередь в детские сады для детей от трех до семи лет. До 2015 года чебоксарские власти обещают построить еще 15 новых зданий и реконструировать пять старых. Это должно помочь обеспечить всех детей от полутора лет местами в детских садах. Депутат Госдумы от нашей республики Алена Аршинова, руководитель проекта «Детские сады детям», держит этот вопрос под контролем. Я очень рада. На самом деле, Чувашская республика одна из первых, она в пятерке регионов, которые быстро освоили эффективно средства, которые поступили из федеральных субсидий. Открытие детского сада по улице Гладкова долго откладывалось. Подрядчики, которые приступили к строительству, дело до конца не довели. Контракт со строительной фирмой расторгли и вновь провели конкурс. Избранной компанией пришлось исправлять недоработки. На то, чтобы завершить проект, понадобилось более 50 миллионов. Завершить работы успели до нового года. Подрядчики потрудились на совесть. Новый садик решили назвать дворцом детской радости. И это не случайно. Для Дашкалет оборудовали бассейн, интерактивный центр и музыкальный зал. Преподаватели уже начали обучать ребят письмо, грамоте и английскому. Познавать незнакомый язык девочкам и мальчикам помогают игры. Методика эффективна. Несмотря на то, что дети довольно-таки в юном возрасте находятся, они очень хорошо усваивают все грамматические и лексические нормы иностранного языка. И я думаю, что процесс обучения английскому языку в игровой форме дается им более интереснее. Новый детский сад будут посещать 300 ребят. Свободных мест почти не осталось. Укомплектовали полностью и дошкольные учреждения в северо-западном районе. Чтобы привезти своих чат, родителям не придется ходить далеко. Садик расположен под их квартирами. Подобное уже открывали на этой же улице минувшим летом. Все по-домашнему. Игровая площадка во дворе, сенсорная комната, музыкальный кабинет. Оборудовали помещение самым современным оборудованием и новой мебелью. Новые детские сады в Чувашии отвечают недавно разработанным требованиям. На развитие детей, на дошкольное образование. Сегодня одно новое место, которое вводится в новых садах, это от 500 до 600 тысяч одно место. Это новое строительство. И поэтому вот эти нормы, они позволяют нам качественно обеспечить доступность и качественность образования.